19 августа во всем мире отмечается День фотографии. Мы настолько привыкли к фотографии, которая стала нашим вторым зрением, что почти не задумываемся, каково ее место в жизни современного общества, а то и просто не замечаем ее, как самое обыденное явление. В то же время невозможно представить наш мир и нашу жизнь без фотографии. Настолько прочна и органично проникла она во все сферы человеческой деятельности. Примеров этому предостаточно. Без фотографии немыслим и сегодня криминалистика, медицина и торговая реклама. Без научной фотографии трудно представить любую область науки, будь то география или геология, геодезия или археология, ядерная физика или астрономия. Фотография проникает всюду, от мира молекул и атомов до мира всех дальних звезд. При этом она не только наблюдает и протоколирует, но и исследует, помогая проникнуть ученым в тайны невидимого, неведомого и недоступного. Фотография заняла видное место, как один из видов изобразительного искусства. Фотографии посвящают свой досуг тысячи и тысячи людей, самых разных профессий, объединенных фотоклубы и общества. Ежегодно только в нашей стране проводится более тысячи выставок и конкурсов художественной фотографии. Не следует также забывать, что благодаря фотографии родилось кино, явление не менее выдающееся в жизни человечества, чем сама фотография. Как видим, фотография, без которой немыслим современный мир, является одним из самых замечательных и полезных открытий в истории человечества, ибо принесла ему пользу, которую трудно переоценить. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает вашему вниманию обзор книги Ивана Александровича Головня «С чего начиналась фотография», в которой рассказывается о многовековой ее предыстории, ее изобретении и изобретателях, и о первых шагах по практическому применению. А предыстория начинается с первых наблюдений древних ученых над теми явлениями природы, которые имеют непосредственное отношение к фотографическим процессам. Автор в своей книге рассказывает о вкладе Евклида, Аристотеля, Герона Александрийского, которые установили основные законы оптических явлений, об исследованиях арабского ученого Альхазина, о гениальном ученом Средневековье, францисканском монахе Роджере Беконе, о научных исследованиях в области оптики Леонардо да Винчи, открытиях итальянского ученого Галилео Галилея и его книги «Звездный вестник», которая длительное время являлась ценным пособием в деле конструирования и изготовления оптических приборов. Здесь же вы узнаете об открытии немецкого астронома Иоганна Кеплера, который обнаружил, что изображение в центральной части объектива значительно резче изображения его по краям. Ученый пришел к выводу, что наибольшая резкость будет наблюдаться при небольшом отверстии объектива. Далее был закон преломления света, открытый Рене Декартом, выдающимся голландским ученым, и великие открытия Исаака Ньютона, результаты исследования которого были опубликованы в научном труде оптика. Несмотря на явные успехи оптиков, создавших к моменту изобретения фотографии совершеннейшие оптические приборы, хороших объективов у первых фотографов не оказалось, и им пришлось довольствоваться на первых порах простыми линзами для камер-обскур, которыми обычно пользовались художники. Иван Александрович подробно описывает принцип действия камеры-обскуры. Из которого следует, что все современные фотоаппараты есть не что иное, как все та же древняя камера-обскура, только снабженная различного рода вспомогательными механизмами. Принцип действия ее остался прежним, не претерпев никаких изменений. Первоначально камерой-обскурой пользовались исключительно ученые, оптики и астрономы для научных опытов и наблюдений. Однако вскоре эта монополия была нарушена, и камера-обскура из инструмента ученых постепенно превратилась в инструмент художников, живописцев, рисовальщиков, граверов, декораторов, найдя в этом свое истинное призвание. С давних пор художники задумывались над тем, как упросить и облегчить свой далеко не легкий труд. С этой целью они изобретали всевозможные приспособления. Так еще известный итальянский архитектор 15 века Леон Батиста Альберти предложил одно из таких приспособлений, состоящее из рамы с натянутой на нее прозрачной белой тканью или калькой, через которые была видна натура. Художнику лишь оставалось обвести углем на ткани или кальке контуры, видимого на них изображения, после чего этот рисунок переводили на картон или полотно. Завесой, так называлось это приспособление, могла также служить рама с натянутыми нитями, которые образовали на ней определенное количество клеток. Перед художником лежал лист бумаги, расчерченный на такое же количество клеток. Глядя на натуру сквозь такую раму, художнику, даже малоопытному, не составляло особого труда сделать довольно точный рисунок с натуры. Великий немецкий художник Альберт Дюрер усовершенствовал завесу Альберти. Он укрепил перед ней на уровне глаз неподвижный визир в виде небольшого колечка, через которое художник смотрел сквозь завесу из клеток на натуру. Благодаря тому, что точка, из-за которой художник смотрел, была постоянно неподвижной, рисунок получался особенно точным. Таким образом, стремление художников механизировать и ускорить процесс рисования явилось тем толчком, который привел впоследствии к открытию фотографии. И вот 7 января 1939 года на заседании Парижской академии наук ее непременный секретарь Доминик Франсуа Арага выступил с сообщением об изобретении Даггером Даггераткипии, положив таким образом начало отчета замечательной истории фотографии. Изобретателями фотографий принято считать французов Ньепса и Даггера и англичанина Тальбота. Это были разные люди и разные мотивы двигали их помыслами и деяниями. Но было у них и много общего. Неуемная любознательность, огромная энергия, редкое упорство в достижении поставленной цели, завидное трудолюбие. Вот только судьба не каждому из них была в равной степени благосклонной. Больше других она обошла Ньепса. Он прожил нелегкую, полную неустанных трудов жизнь, почти всю ее посвятив поиску способа фиксации изображения, получаемого в камере обскури. Но, к сожалению, не дожил до торжества своих идей. Когда же по случаю изобретения фотографии мир славил Даггера, имя Ньепса и вовсе оказалось в тени. А ведь именно Ньепс получил первый в мире фотографический снимок. И случилось это еще в 1826 году. Правда, в последнее время справедливость восстанавливается. И все чаще историки фотографии называют его первооткрывателем Ньепса. Зато к Даггеру судьба оказалась более чем благосклонна. Будучи преуспевающим художником и владельцем панорамы, серьезными фотографическими опытами, он занялся после знакомства с Ньепсом. Опираясь на опыт Ньепса, Даггер в своих исследованиях пошел дальше своего компаньона и изобрел способ фиксации изображения на посеребленных пластинках, названной им Даггеротипией. И мута Даггеру и достались селавры изобретателя фотографии. Слава, почет, деньги. Однако сказать, что Даггер не заслужил всего этого, было бы несправедливо. Его заслуги в деле изобретения фотографии бесспорны и ни у кого не вызывают сомнения. Не была справедливой судьба и к Тальботу. Этот талантливый и разносторонний ученый еще в 1835 году делал фотографические снимки. И что важнее всего, современная фотография берет свое начало не от гелиографии Ньепса, не от Даггеротипии Даггера, а от колотипии Тальбота, негативно-позитивного процесса, позволявшего увеличивать и размножать фотоснимки. Жаль лишь, что Тальбот не поторопился с обнародованием своего изобретения. И эта оплошность доставила ему впоследствии немало горьких минут. В своей книге «С чего начиналась фотография» Иван Александрович Головня также подробно рассказывает, как развивалась бытовая фотография, как выглядело портретное ателье времен Даггеротипии. Павильон обычно украшался узорчатой драпировкой и имелось несколько переносных фонов в виде больших щитов с обоями разного цвета и рисунка. Непременными атрибутами ранних ателье были столы, диваны и кресла. Имелся набор различных безделушек, которые клали на стол для придания, скажем, семейной сценке большей достоверности и естественности. Некоторые посетители, недовольствуясь имеющимися, привозили с собой собственные вещи и даже кое-что из мебели, благодаря чему они чувствовали себя привычно, как дома. Из книги вы также узнаете, сколько времени приходилось посетителям сидеть неподвижно и для чего нужны были фотографам металлические зажимы-держатели. Отдельной главой идет описание развития искусства фотографий в России и рассказ о первых русских фотохудожниках. Позапрошлый век ознаменовался многими выдающимися открытиями в различных отраслях науки и техники и далеко не последнее место в этом ряду принадлежит фотографии. Более подробно с историей фотографии вы можете познакомиться в следующих книгах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова